Девчонки, всем привет, мои хорошие! Начинаем с вами новый влог. Идут майские праздники вторые. Мы в деревне. Сейчас только что вернулись из магазина Фикс Прайс. И еще я там купилась парочку новых купальников. Впереди же лето. Будем загорать, плавать. В общем, взяла два таких черных литых купальника. Вот. Начну этот влог с покупок Фикс Прайса. Сейчас уже кое-чем тут намазалась. Покажу, что купила. В общем-то, все косметическое. Так что, кому интересно, сейчас покажу. Взяла зубную щетку от Колгит средней жесткости. Вот такую щеточку. И новую пасту. У меня здесь в деревне была вот такая. От Фабрика Свобода. Парадонтол называется Паста профилактическая зубная. Хорошая очень паста. Сейчас там много. Кстати, Фикс Прайс. И от Сплат, и от Свободы вот эта Парадонтола. Но я решила взять. Захотелось мне Аквафреш. В осях 8 особых свойств. Друг пения зубов. И вторую полость рта. Так, вот такая паста. Классическая Аквафреш. Очень такая мятная. Мне нравится Аквафреш. Она хорошо освежает, хорошо так пенится. Объем 75 миллилитров. В общем, сейчас обновлю щеточку, зубную пасту. Потом увидела свой любимый шампунь. Мне он подходит. Это DAF объем от корней. Что-то плохого. Для всех типов волос. Я очень люблю его отдушку. И на моих волосах он работает великолепно. То есть, такой придает блеск и объем. Волосы такие живые, вкусно пахнут. Вот, в общем-то, взяла. Ну, как бы, обрадовалась, что увидела, купила. Перед тем, как ехать, я там искала вообще дочке алмазную мозаику. Она говорит, мам, что-то, ну, скучновато. Хочется чем-то позаниматься. Говорит, хочу алмазную мозаику. Ну, я выбрала там ей кое-что для творчества. И, конечно, зашла в раздел красота. Там, где всякая вот косметика, по-моему. Ну, в общем, и в косметике посмотрела, и в красоте, и в спа. Увидела корейские патчи от Ангел Кей. И взяла вот такие против морщин. Здесь 80 штук. Они, по-моему, стоят 199 рублей. Там были такие патчи против отеков. Разглаживающие против отеков. Я взяла против морщин. Вот. Еще пока не открывала. Посмотрим. Потом мне заинтересовал вот этот крем. Skin Expert. Это флоресант. Секрет улитки. Гиалуроновая кислота. Разглаживает морщины. Замедляет процесс старения. Для лица, шеи, области, кольте. Значит, на полке было всего лишь два этих кремика. Хорошо их разбирают. И он стоил, девочки, что-то рублей. По-моему, по-моему, 79. Я сейчас вот его открыла. Мне много что от флоресан нравится. Я брала FixPrice. Их сыворотки. Я брала их скрабы для загара. Сейчас. Мне очень нравится их масло. Сейчас, кстати, что-то не посмотрела, есть ли оно, нет. Девчонки, он такой легкий. Он такой прям, ну прям очень приятный крем. Приятно пахнет. Я вот сейчас еще покажу вам, какой скраб купила в пятерочке. Не удержалась, пошла. Пошла, поскрабилась. Промакнула лицо. Открыла этот крем, нанесла. Такие комфортные ощущения. Слушайте, ну, ну, как бы это такое первое впечатление. Первое впечатление очень хорошее о креме. Видите, да что с такой темновато у нас и плохо ловит. В феврале 24-го вот его изготовили. Там же тоже был вот этой серии с коллагеном. И не помню еще с чем. Ну, мне нравится. Даже на моей коже хорошо работают средства с муцином улитки, с кауроновой кислотой. Хорошо увлажняет. Мне нужен был скраб. Завтра планируем пойти в баню. Скраб для лица. В фикс прайс не нашла никакой. Хотела взять этот. Вообще хотела взять чистую линию. Но не было вообще ни одного скраба. И мы заходили за клебом. Там у нас наверху фикс прайс. Внизу пятерочка. Девочки, как же много всего от органики кичен в пятерочке. В общем, я взяла первое. Это вот такой скраб освежающий для лица. Который называется букет невесты. Здесь белые фрези. Органический экстрак розового пиона. И сахарная пудра. 100 мл. Я и его попробовала сейчас. И сейчас еще второй покажу. Он очень такой плотненький. Очень хорошо скрабирует. Хорошо. То есть так вот. Ну, прям частички вот этой кожи подлегают. И массирует. Ой, пахнет он цветами. Видимо, это фрезия. Но не пион. Пион я хорошо знаю. Он приятный. Очень приятный цветочный аромат. Хорошее скрабирование. Сейчас я вам покажу состав. Он идет у нас на основе сахарной пудры и сахара. Там какие-то масла, экстракты. Экстракт белой фрези. Экстракт пиона. В общем-то называется освежающий букет невесты. Скраб предназначен специально на тот случай, когда вам предстоит выход в свет. Сахарная пудра нежно полирует кожу, придаёт ей гладкость, шелковистость. Экстракт белой фрези выравнивает он. Органический экстракт розового пена увлажняет, смягчает кожу. В общем, мне очень понравилось. Завтра поеду в баню. И еще в баню поедет вот этот вот скраб. Он называется Человек-бамбук. Глубокоочищающая скраб-маска. Она борется с несовершенствами кожи. Здесь молотый бамбук, органическая трава, ши-со и зеленая глина. Так, вот так. Средство два в одном с эффектом скраба-маски. Супер-героид на страже вашей красоты. И сейчас тоже его попробовала. Девчонки, вот состав. Тут еще зеленая глина есть. Он тоже такой плотненький. У него такая сильная подушка. Травяная. Какая-то вот такая растительная. И такие, знаете, похоже чем-то на лемонграсс отдушка. Он очень такой, видите, тоже густой. Ну, походу, он как раз таки с солью, да? Содиум хлорид. Вот, тоже я уже сейчас немножко, конечно же, порылась, попробовала. Вот, почитаю, как правильно его применять. Такой он тоже плотненький. Мне очень нравится вот этот бодрящий аромат лемонграсса. Я так хочу. Вот мы были как-то в этом, в Ханое. Я жалею, что не купила. Там продавалось масло, эфирное масло лемонграсса. И девушки его в магазине добавляют в диффузор. И такое сразу, знаете, настроение какое-то. Такое прям хорошее-хорошее. Такие какие-то чувства. Или топик и шорт. Ну, супер. Делаю вот такой вот классный шкаф. Молодец, собираем. Это холодильник. А, это холодильник. Классно, молодец. Вот, так что вот такие вот были покупочки. Фикс прайс и пятерки. Птички, доброе утро. Мы вчера были в бане. И я привезла пустые баночки, чтобы вам показать средства, которые очень мне понравились. И я буду еще раз их заказывать. Я обычно делаю заказ на официальном сайте фитокосметик. Но думаю, что сейчас и на Велл Бересоназон тоже есть. Просто на именно фитокосметик. У меня там уже и скидка своя персональная. И подарки всегда дарят. И акции, в общем, есть. Ну, мне нравится. Значит, что закончилось. Это скрабля тела на зеленой глине и тростниковом сахаре. Здесь вытяжка морских водорослей. Это серия народной рецепты. Вот, крем-глина. Он такой, очень плотненький. Сейчас я открою, там остаточки остались. Вот такой он плотненький. Здесь и тростниковый сахар, и скорлупа. Я не поняла, что это за скорлупа. Сейчас вам состав покажу. Может быть, сейчас не могу понять. Здесь порошок имбиря. Здесь тростниковый сахар. Вот это коричневое что? Ну, в общем, он такой, знаете, прям плотненький. Хорошо кожа подлегает. Хорошо очень скрабирует, массирует. Действительно повышает эластичность, упругость. И здесь очень приятная отдушка. Это лимонный эвкалипт. Мне вообще нравится очень и аромат лимона, и аромат эвкалипта. И вот здесь вот лимонный эвкалипт. Что это такое лимонный эвкалипт? Лимонного эвкалипта. Масло миндаля, масло виноградной косточки. Здесь экстракт ламинарий. Тоже мне очень нравятся средства с морскими водорослями. Пожалела даже вчера. Там, в принципе, могла в бане выбросить. Думаю, нет, я девчонкам должна показать. Очень хорошее бюджетное средство с хорошим составом и с великолепным эффектом. И я ей там и на бедра, и на живот, и на руки. Иногда даже на лицо, на щечки его наношу в бане. Так, и еще один скраб, тоже серия Угольпроф, тоже народный рецепт Угольпроф. Скраб для тела, антицеллюлитный детокс с эффектом лимфодренажного массажа. Здесь у нас бамбуковый активированный уголь, тростниковый сахар, черная вулканическая глина, измельченная кофейная пудра. Вот здесь вот состав. Тоже сейчас откручу крышечку, остатки вам покажу. Так, тоже, ну, такой вот плотненький, тоже с приятной дужкой, хорошо. Ну, уже не могу, вчера я все, все-все выдавила до единой капельки. Только если его разрезать, может, там что-то насукребется. Вот, замечательное средство, буду обязательно заказывать. В бане я, у меня варежки такие вот, как, из такой же ткани, как французская мочалка, да, вот такое. Вот, кстати, они, по-моему, называются Bon Paris. И порыла их на Wildberries, это лучшие перчатки, вот эти не варежки, перчатки. Мне коллега посоветовала. То есть у меня, соответственно, такое легкое скрабирование идет с этими рукавичками с мылом. Но потом я еще обязательно вот наношу скрабики на какие-то проблемные зоны. Просто вот мне очень нравится на спину вот от шеи до лопаток. И таким образом, так сказать, счищаю груз вот этих забот, когда, да, у нас копится там уже вот все, сидишь на работе. Вот это вот. И как-то, как мне кажется, убирать он сам негатив мне помогает. Вот, и сегодня утром сделала масочку. Это Вера Клара, Gold Peptid, увлажняющая маска. Вот из Вера Клара, наверное, вот это моя самая любимая. Вот такая девочка осенью называют. Сейчас у меня на осеннюю девочку, сейчас смотрю, цветы, вот эти летние мимозы. Все время думаю, что она такая еще рыженькая. Вот, очень-очень нравятся тканевые маски. Они бюджетные, они продаются в золотом яблоке. Бывают по акции, там, рублей по 35, по 40. Вот жду акции, беру прям штук 10. Там еще есть такие с жемчужинками, с икрой. Немножко такая более спокойная упаковка есть с алоэ, есть с бамбуком, с зеленым чаем. Присмотритесь, хорошие бюджетные корейские маски. Хотела вам купальник показать, один и второй. Купила для лета. Это российская марка. Здесь вот такая сеточка. Бюджонки так хорошо эти самые недостатки убирает, скрывает. В общем, стройняшка буду. Я увидела у Лены летучей, что она все время в этих... Ну, черные в основном вещи носит. Она блондинка, ей очень идет. Померила, и мне тоже понравилось, как на мне выглядит черный купальник. Так, значит, я его взяла за 2000. Суэмервэ, это российская марка. Сейчас вот так вот покажу вам. Может быть, да, тоже, если кому понравится, сможете... Знаете, я брала в обычном тут у нас магазине, такой в районном центре. Спорт товары называется. Значит, там внутри чашечки, но их можно... Этот вот без косточек, ну, такие вот эти штучки, вставочки. Можно убрать, можно не убирать. Так, и... Вот так. Еще второй покажу. Могла определиться, может быть, бери два. Это такой уже, такой уже более выразительный купальник. Вот тут вот такая вставочка. Весен литой, но здесь вот такая вот завлекалочка, так сказать. Фирма та же самая. Чего у нас на спинке? На спинке у нас вот так. Вот так это называется. Он уже был подороже, для 400. Мне муж говорит, бери оба. Пока один там будет сохнуть, второй будет. Вот этот у меня все поменьше размер, но он у меня сел хорошо. Вот муж все говорит, удивительно. Ну, я так к лету и не похудела, как обычно, в общем-то. Он говорит, так хорошо скрадывает все эти недостатки. И фигурка такая. Ну, вот вы такие у меня. Теперь два купальника на это лето. У меня еще есть один раздельный, чтобы и пузико позагорало. Ну, вот там на лодочке плавать. В общем, на природу буду в таких ездить. Все, девчонки, пошла пить кофеек. У нас сейчас еще ранняя утречка. Уже тут немножко прибралась, протерла пыль, почистила раковину. Сделала маску, почитала книжку и сейчас пойду уже готовить завтрак. Все, всем хорошего, доброго дня. До встречи. Тут сделали люди кормушку. Смотрите, как ее оформили каштанами. На березе висит вот такая кормушка для птиц. Берег песчаный. Ой, воздух какой. Воздух потрясающий. Видела, это я. Всем привет, утепленная. Давай, я вам гульку покажу. Гулька гуляет вот по берегу. Добрый день, а девочка у нас не будет? Как, дайте, девочка. О, я в знакомстве. У полотка видно, что это. Это тоже. Очень хорошо. Доброе утро. Вчера какой-то дарлингом купила. Кототерапия, тигры местные наши любимые. Каждое утро. И вечером еще может попросить с ней сходить. Покупает им еду. Вчера фикс прайс купила дарлинг. Ягненка какого-то там. Девочки, мы добрались домой. Я вот пока были в деревне сына, попросила забрать заказ. Пришел из золотого яблока. В общем, захотелось. Сейчас были скидки на биорепе. Очень хвалят эту пасту. Я взяла вот такую провайд. Я недавно увидела в перекрестке. Она была по акции. Пожалела денег. Но как-то она мне запала в душ. В общем, захотелось попробовать восстанавливать белизной блеск эмали. И во золотом яблоке была сейчас она по акции. Такой большой тюбичек. Также взяла биорепе. Интенсивный ночной уход. Очень хорошие на нее отзывы. Но я пока не пробовала. Мы пока не пробовали первый раз. В общем, две пасты. Взяла Ани щетку Junior. Такая красивенькая, такая яркая. Вот биорепе тоже. И себе взяла щетку. Не было других цветов. Хотела, конечно, красную. Но вот именно, чтобы было средней жесткости, была в таком цвете. Так. И заказала с хризантемами вот эта фирмочка. Хорошая Джайгот, корейская. Секрет Гаден взяла крем для рук с хризантемами. Вот такие были небольшие покупки. Сейчас быстренько все это поставим в ванную комнату. И будем с удовольствием чистить зубки. Посмотрите, какая красота. Ой, что там еще стучит? Да, они еще с колпачками. Ты надела, да? Да, их не тряси аккуратно. Вот. Вот такие вот штуки. Сегодня в Чули будем разбирать сумки. Только что вернулись. Завтра на работу. С непривычки. Долгая рабочая неделя. Ну, ничего. Слава Богу, есть работа. Очень хорошо. К тому же, любимая работа. Так что будем покупки разбирать. Будем сумки разбирать. Что там привезли. Из деревни. Стирку сейчас заведу. Вот. Ехали. Первым делом побежала к своей рассаде. Это у меня петуния. Вот знаете, вот эта огромная. Эта совсем маленькая почему-то. Не растет. Какой-то другой. Здесь сорт забыла какой. Причем это очень хорошие семена. Я брала. Сестра мне рекомендовала. Она у меня. У нее свой частный дом в Хабаровске. Она ваншафтный дизайнер. Ну, вот что-то как-то эти слабенько. Вот здесь у меня астры. Один стаканчик полностью. Да, вот такие большие. И уже можно даже пересаживать. Час тепла ждем. Вот. А вот здесь ничего не взошло. И я посадилась сюда. Эту. Опять забыла, как цветок называется. Представляете. Только что пока поливала, помнила. В общем. Помнила. Циния называется. Вот. Цинии сюда посадила. Тоже хорошо они взошли. Так. Тут надо прибраться. Иногда вот проливаем. И надо помыть. Вот тут тоже цинии. Тут колокольчики, люпины, астры. Все подряд. Это я просто хочу там за участком посадить. Вот. Вот это вот люпины у меня. Эта земля. Я сейчас хочу успеть эти... Не знаю, успею, не успею. Огурцы китайские. Китайский император. Ну, посмотрим. Может, до сентября вызреют в тепличке. Жду Анюту из школы. И тут вот расцветает сирень. А тут много-много сортов разных. Вот это такая крупная, ароматная, нервная, сиреневая. Стенку так уберла. И тут бедненькая моя веточка красивая. Ой, такая, девочки, ароматная. Такая. Ой, так выдержала, дышала. Как вкусно пахнет. Как вкусно пахнет. Красавица весна. Ну, просто шедевна. Ну, го. Ну, го. Ну, го. Не могу не дышаться. Как красивая ты. Красивая. Сейчас я вам покажу поближе. Все еще пять лепестков пока не нашла. Это такая еще классическая сирень. Ну, я имею в виду не гибридная. Обычно это должны быть по пять цветочков. Но не нашла пока что. Вот этот кустик. Тут более такой темный цвет. Ой, ну какая, да и ароматная. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Буду нюхать. Птичьи переговоры. Лесу гуляем с песиком. Заливаются просто. Послушайте. Я просто хочу вам звуки этих природы передать. Чистое счастье. Воздух какой лесной. Такой прохладный, вечерний. Очень вкусный. Девочки, я пришла за Аней в школу. И у нас прекрасная на улице пора. И прекрасная цветет сирень. Пока. Очень много сиреней на школьном дворе. Я вот такую люблю. Простую нашу, как из детства. Знаете, не какую-то там культивированную, а вот как специально, как-то не гибридную, а вот эту вот настоящую, где можно найти, кажется, я нашла. Казалось, что пять. Уже хотела обрадоваться и желание загадывать. Вот. У Анны такая кепка. Тоже цвета, как сирень. Я тут нафоткала. В сиреневых кустах. Ищи тысяч пять лепестков. Найдешь? Ну ладно, нет. Твое, твое. Я сама свое должна найти. А ты свое ищи желание. В детстве тоже срываешь? Лепесточек. Этот цветочек. Каменья просто будет тут. Просто будет тут жить. Я пошла. Дочь, я пока тебя ждала, думаешь, что я так поздно пришла. Я искала тут пять лепестков. Ты что? Не нашла. В том году нашла. Но она еще, видишь, не вся расцвела. Очень много еще не раскрывшихся цветочков. Девочки, доброе утро. Пятница. Рабочая неделя достаточно быстро пролетела. Она была, конечно, такая насыщенная. Но вот сегодня уже пятница. Погода у нас стоит хорошая. Наконец-то потеплело. Снега нет. Где-то, наверное, сейчас гляну. Плюс десять я смотрела на окошки. Так, обычно я не завтракаю. Но вот сегодня муж жарил яичницу. Он предложил мне чуть-чуть. Я сейчас с удовольствием съем жареное яйцо. Выпью свой чай. Это... Ну, это не чай такой травяной, да? Насушила бархатцев. Утречком завариваю вот один цветочек. Один-два как-то попадают. Сегодня вот один. И пью вот такой чай. Мне вкусно, приятно. Уверена, что полезно. Доманула на градуснике у нас, так, где-то, наверное, 15. Тут вот цветочки. Яички чирикают. Уже начались фрукты. Вчера клубника мне не досталось. Что-то во вкус вела на 580 килограмм. А рядом магазин 450. Ну, говорит, до обеда ее все раскупают. Продавец. Такой небольшой магазинчик у нас тут. Там дешевле. В общем, фрукты, овощи хорошие. Ну, в общем, я вспомнила про этот магазин. Она говорит, ой, до обеда раскупили. Девчули, я пошла. Сейчас еще быстренько вот это все выпью, съем. И пойду накрашусь и побегу на работу. Всем доброго утра и хорошего дня. Девочки. Девочки. У нас море пятница. Солнечная, теплая 17 мая. Цветут каштаны. Сейчас я тут рядышком просто руку протяни. И вот он. Вот цветок. Вот цветок. Господи, как я это все люблю. Еще знаете, что люблю? Ну, я вам это уже много раз говорила. Вот смотришь, поднимаешь глаза наверх к небу и видишь, вот как солнце через две стволы. Это все-все, каштановые цветочки. Сейчас пройдем, я вам еще сирень покажу. Тут такая красивая. Ой, убежала с работы за ней на тренировку. Вот и что. Это листва? О, вот цветок. Ленька, выдохну. Полтора часа у меня идет тренировка. Сейчас несу все вот эти рюкзаки. Хорошо припекает. Там жарко, мне даже жарко. Но тащить еще куртку в руках, что-то не окут. В общем, что хотела сказать-то. Середина мая. Солнце светит. Все. Природа ожила. Девчонки, продолжу записки. Не юного натуралиста. Здесь такие красивые вот белые цветы. Не знаю, что за цветы. Я сейчас просто записывала видео. А до этого позвонила подружке. У нее сегодня рождение. С утра хотела ее поздравить. Потом думаю, то, наверное, еще рано. Потом думаю, вдруг ребенок спит маленький у нее. Три котика. Потом думаю, вот, сейчас Аню отвела. Села на лавочку. Звонила ей. А у нее, конечно же, занят. Потому что не только я ее поздравляю. Уже цветет аквилегия. А у меня еще нет. Представляете? Может, у меня вообще не аквилегия. Тут вот такие тоже кусты сирени. Полынь, как в детстве. Это же полынь. Вот я знаю. Полынь, лебеду, крапиву, чистотел. Потому что тоже в детстве и огород пропалывали. Если была, то сейчас засевают все. Сейчас я пойду вот так все газонной травой. Меня не видно. А раньше тут такая трава росла. Петушки мы, из которых делали, играли. Вот. Вот это белое. Тут белое. Ветер сильно набут шумно. Тут такая. Разных разностей. Смотрите, она раскрывается. Какая чудесная. А, это махровая. Видите? Махровая. Там белое. Так вот вокруг всего дома. Кто-то мне прям дает силы. Я когда вижу, смотрю, начинаю разглядывать, дыхать аромат, любоваться. Думать о том, как природа устроена. У меня тут какая-то жизнь прям. Ветер. Видите, какой прическа у меня такая замечательная. А рук нет поправить. Все в рюкзаках, в сменке. Есть. Нашлась рука. Еще одно растение. Тоже просыпается. Это девичий виноград. По осени он будет красный. А это вертолетики. Как это называется растение? Может, это ясень есть? Ясень, да, наверное. Ну, обидно то, что все-таки растения некоторые померзли. Вчера вот во дворе смотрела. Вот так вот листочки. Побиты морозом. Ой. Сейчас отнесу. За Аней уже пойду налегке. Буду наслаждаться этим прекрасным вечером. Вот ты кто? Вот ты Ива, да? Привет, Ива. Присладка своей подружки. Белая акация. Но что-то... Не пойму, что с ним. Что такое? Почему у нее так мало бегов? Посмотрите, она как будто... И вся такая сухая. Ну, и вторая вот тут тоже что-то случилась. Или это, как всегда, по расписанию. Семена. Новую посадим. Значит, Наню-то в июне ходит в насильный год. В отпуск, я так сказать, в лагерь. Я вот здесь иду в здании. Она такая вся белая. Стоит в таких красивых цветах. А тут что-то... Сейчас муж пришел с работы. Он у меня тренер. И вот часто ученики привозят в гостинцы. Это из Коломны гостинцы. Медовая пастила. Коломенская. В составе только яблоки и мед. Посмотрите, какая красота. Мы один раз были в Коломне. Не помню, снимала я влог или нет. Уже забыла. Но мне очень там понравилось. Я бы, конечно, хотела бы еще раз съездить. В общем, такая она аппетитная, красивая. Но больше всего у меня вот прям, знаете, прям на душе такой бальзам и мед. И радость это хлеб. Вот так вот мама товарища, мужа моего товарища сама печет хлеб. И как раньше в старину, помните, вот так вот в ткани передала хлеб. Посмотрите, какой он красивый. Я не знаю, я еще не пробовала. Ну, в общем, они тоже с другим, со своим товарищем, тренером поделили пополам. Вова мой принес вот такую половинку хлебушка. Сейчас отрежу, прям буду пить с чаем. Я не понимаю, там то ли гречка, то ли какие-то орешки. Но это просто какое-то, вообще, просто чудо. Вот. Так что у нас вот такой добрый вечер. Такие у нас хорошие друзья. Такие люди окружают. Я вам тоже скажу, мне очень тоже нравится. Вот если мы куда-то едем, у меня будет больше из того, что мы придем, это будут в основном подарки, гостиницы, потому что хочется и родных, и подружек, и на работе коллегам что-нибудь привезти, угостить, порадовать. Вот мне нравится. И дарить, и получать. Сегодня получаем подарки мы, и это очень-очень приятно. Особенно вот за хлеб вот в такой вот ткани. У нас будет с Анной посадка цветов. Эйшольца розовый шелк. Эйшольца желтая королева. Это у нас перфекто Эйшольца. Это тоже шелк, розовый шелк. Татайский шелк. Это у нас принц датский мак. Кстати-ка необычный. Посмотрим, какой вырастет. Махровая смесь тоже мак. И мак брызги шабанка. Так, ну девочки, у нас переезд из теплицы на клумбы. Питонечки переезжают на улице. Тепло, земля прогрелась. А им здесь уже, видите, даже некоторые завяли. Жарко, чересчур. Так что мы переезжаем. Сейчас будет посадка питуней. Мы, девочки, как обычно, приехали кормить котов. Вечерний у нас выезд. И заодно вам покажу. Не забудьте. Есть голубенькие. Смотрите, какие милые. Есть белые. Вот тут и вон там они. Не забудьте. Фонечки высоченные такие. Так, сегодня погода прекрасная. Поэтому все коты собрались. Аня им привезла пачку. Все, киди, как это. Как, Анютка, корм вот этот фиолетовый называется? А, вискос. Вискос. Еще в Чижике вот такой вот недорогой продается. По-моему, мы его купили за 12 рублей. Самое, самое такое бюджетное. Но им очень нравится. Так что разные там вкусы есть в Чижике. Кошачий, собачий корм. Тут тоже не забудочки. Наши велики, цветочки. И мы, собственно говоря, сегодня занималась цветами. Что-то пустало. Вроде всего лишь там перекопала. Сколько у меня? Три клумбы. Раз, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре. Посадила петунью, посадила бархатцы. Сейчас еще приеду, сажу майки, и шел все. Что-то прям тут устал воздухом, дышалась. Стали рано. Вот. Только вечер у нас. Кирошка, ты такой любопытный. Мы по тебе скучали. Мы тебя искали. Спрашивали. Видимо, был дождик, и ты где-то спал. Наверное, дома. Девочки наши тебе очень будут рады. Кирошка, Кирошка. Вот такой красивый. Котик. У Лены, мы смотрим, да, Инстаграм, у Лены Крыгина есть этот. Мистер Кот. Помнишь, Ань? Ага. Вот он похож на Ирошку. Так, у меня букет. И сейчас я вот это... Подержи букет, Ань, я скормлю ему вот эти остатки. Ироша, Ироша. Сейчас тебе выдавлю там. Вон сколько еды. Ой, ты мой маленький. Самый маленький, самый прозорливый. Сладенький. Пойдем в мисочку найдем. Сладенький, маленький. Красивый котик. Ой, не пугай мелкого. Твои из них. Ям, 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 ям. Ирошка ест. Девочки, как в песне. Я подарю вам ландыши. Ландыши от души. Дарите женщинам цветы красивые. И здесь у нас тут растут ландыши. Вот так вкусно пахнут. Вкусно, превкусно. Я их для вас забезбила. Вот так вот они у нас тут только нам растут. Сейчас у нас пакос травы выкидывал в эту корзинку с травой, которую уже подстрелили. Видите, сколько из шкурок от семечек зимой кормили. А у птицы у нас на яблоне висит кормушка. В общем, красивая под яблони. Вот сколько семушек. Сейчас все пойдет в компост. Пикник. Ну, давай. Так, немного косметики. Уходовой. То, чем пользуюсь. То, что нравится. Вот сейчас на ночь буду делать. Это у меня кто. Лифтинг эксперт. Ультраактивный лифтинг комплекс для всех типов кожи. Это Шири. Вот такая штучка. Отрываешь. И внутри сыворотка. Четыре, по-моему, было штучки. Я брала в золотом яблоке. Это я уже использовала. У меня такая же, только с гиалуроновой кислотой. Подружки. Обновленная вот такая линейка масок тканевых от Банабаги. Корейская марка. Очень мне нравятся маски от Банабаги. Была скидка. Мы с дочкой прогулялись. До магазина. Купила вот на пробу репе с коллагеном и пептидами. Попробовала. Она очень-очень хорошая. Идет пустые баночки. У меня такая огромная сумка. Девочки на балконе. И взяла еще коллаген Аква от Банабаги. Такой красивый дизайн. И с золотом. Вот этим 24-каратным. Супер коллагеновая маска. Так, в подарок мне в подружке подарили черный жемчуг пробник крема. Мультикрем. Гиалурон, ретинол, коллаген. Увлажнее питание, антивозрастной эффект. Так, вот еще такие у меня штучки от Шери. Это был заказ золотом яблоки. И Дизао. Раньше часто покупала их маски в аптеке. И вот такое прям, что-то оно такое тяжелое. Думаю, что ж там. Ой, у нас вечер. Видите, плоховато видно. Маска для лица и его лифтинг-подбородка. Энергия молодости для самой энергичной. Такая вот уже забавная серия. Мне, в общем, привлек в него дизайн. И я захотела ее попробовать. Мне вот это очень нравится. Марка Косфокер корейская. Для эластичности и лифтинга. Это уже было в золотом яблоке. Идет ищейка. Мне так нравится сериал Ищейка. Буду продолжать смотреть. Субтитры подогнал «Симон»